Всем привет! Думаю, вы в курсе происходящей ситуации в мире. В связи с чем, прошу вас подписаться на Телеграм и Рутуб. Ссылки в описании под видео. Сегодня поговорим о том, с кем же была война и какие были причины войны. Своё повествование я разобью на две части. Первая часть – с кем была война, доказательная база. Вторая часть – как саму возможность этой войны прятали на протяжении сотен лет. Давайте не буду тянуть и скажу сразу. Война была между континентами, юг против севера. Со стороны юга была южная часть Африки и её союзник Австралия. Со стороны севера – Евразия, север Африки и Северная Америка. Как точно называлась южная сторона конфликта, мы не знаем, поскольку страна была полностью уничтожена ответным ударом. Поэтому далее, для упрощения буду использовать слово Африка. Сразу хочу сказать, что воевали не с неграми, воевавшая часть Африки в то время была населена белым населением. Воевали представители белой расы с белой. Неизвестно, связана ли Родезия с этими событиями, но Родезию несколько десятков лет назад называли Африканский рай белых. Сейчас Родезию переименовали в Зимбабве. Пример архитектуры города африканской стороны можно увидеть в чудом сохранившемся городе Питер Марицбург. Не знаю, как вы, но я, когда увидел этот африканский город, сильно удивился. Негры, скорее всего, жили где-то на окраинах той страны. Как называлась северная сторона конфликта, точно неизвестно. Это могла быть Гиперборея, Арктида, Скифия, Россия, Русь или Тартария. Также могло использоваться название Север или Севера. Правда, название Тартария не совсем уместно, поскольку данный термин появляется уже после войны впервые на французских картах. Официальная датировка карт – 16 век. Что касается даты войны, точно сказать сложно, есть несколько версий. Если официальную хронологию не сдвигать, то она была до 15-16 века, либо в начале 17 века, когда было три года без лета с 1600 по 1603 годы. Если не обращать внимания на официальную хронологию даты событий, то война произошла в первой половине 19 века, когда были три года без лета с 1815 по 1817 годы. По форме управления, то государство напоминало СССР с входившими в него различными землями, но под единым управлением. Центр управления находился в России, там, где больше всего круглых озер-воронок – на Урале или в Сибири. В будущем для упрощения обозначения северной стороны войны я буду использовать слово «гиперборея». Естественно, у многих возникает вопрос – а какие ваши доказательства? Факт номер один. Согласно классификации запасов урановых месторождений МАГАТЭ, разработанной в 1988-1989 годах, принята особая градация урановых месторождений. Помимо всех прочих параметров, в этой градации учитывается спектр и мощность излучения урановой руды из каждого конкретного месторождения. То есть, что нам важно знать, каждое месторождение урана имеет свое уникальное излучение, соответственно, уран, добытый из него, также имеет этот уникальный след. Конечно, там все гораздо сложнее, я сейчас объясняю простыми словами. Так вот, радиоактивный след для каждого месторождения уникален настолько, насколько уникален отпечаток пальца для каждого человека. Перед вами карта распределения урановых месторождений мира из бюллетеня МАГАТЭ за 2018 год. Самым первым явным фактом, указывающим на то, что именно Африка и Австралия нанесли ядерный удар, является наличие следов африканского урана в Северной Америке, а в Сибири – африканского и еще австралийского урана. Если в США это еще как-то можно объяснить, например, американцы купили уран в Конго, а привезя в Америку, случайно рассыпали, то как объяснить наличие многочисленных следов урана из Конго и Намибии, в Сибири и на Дальнем Востоке? Версия с разгильдяйством американцев здесь уже никак не подходит. И каким образом уран из Австралии мог попасть в Сибирь? Пусть скептики попробуют это объяснить. Факт номер два. Поле для пяти миллиардов человек в Африке. В 2013 году, когда стал работать Google Earth, миллионы людей кинулись рассматривать всякие интересные места на картах. Среди них был Герри Шонанг, который нашел в Южной Африке очень непонятные для непосвященных структуры. Герри Шонанг оказался дипломированным специалистом по сельскому хозяйству. Наметанным глазом специалиста он сразу увидел в этой системе колоссальный ирригационный комплекс, по поводу которого сделал простые математические выкладки. Весь комплекс охватывает площадь, примерно равную штату Аризона в США. Система имеет ширину около 350 миль и длину около 300 миль, по крайней мере для остатков, которые все еще видны. Эта система представляет собой примерно 67 миллионов акров устойчивого сельского хозяйства. Учитывая сложность дизайна, вполне вероятно, что система кормила не менее 90 человек на акр на ежегодной основе. Поскольку площадь видимых остатков системы 67 миллионов акров, сам комплекс вырабатывал количество пищи, необходимое для питания в течение года 5 миллиардов человек. Остается прояснить несколько вопросов. Кто эту систему создал в Африке? Кто эти поля возделывал? Кого она кормила? Где находятся населенные пункты, в которых жили 5 миллиардов человек? Где сейчас те, кого она должна была кормить? Я напомню, речь идет о 5 миллиардах человек. При каких обстоятельствах столь затратное поле оказалось заброшенным? Факт номер три. Поиск точки запуска огненного шара, полет которого был зафиксирован отделениями полиции в 1830 году в Тульской области. Шар наблюдали в городе Крапивно, а упал шар в городе Тула. У нас есть две точки, соединив которые и продлив, можно найти, откуда этот шар был запущен. Линия приведет нас в Африку. Отрезок пересекает современные страны Гана, Того, Бенин, Нигер, Алжир и Ливия. Скептики не раз писали, что это метеорит. Тогда получается, этот метеорит был запущен, наверное, катапультой из этих стран. Факт номер четыре. Старинное стихотворение. Фрагмент. Взлетели доблестные герои, услышавый богине глаз. Текут, стремятся наши вои. Ни змей не держит их, ни мразь. Сердцами ревность их владеет, и страх коснуться их не смеет. Пылают встретить и врагов. Уже сильны полки российские, промчались в поля фракийские, и афрских флот достиг берегов. В России флоты имеют собственные названия по месту постоянной приписки. Балтийский флот, Тихоокеанский флот. А вражеский флот называется по названию страны-агрессора. Например, японский флот, германский флот. Стало быть, африканский флот – это флот противника, который достиг берегов. Что имеет смысл только при десантной операции. В итоге получаем, что вражеский африканский флот совершил десантную операцию против России. По времени данное стихотворение описывает времена Екатерины II. Факт номер пять. Полезные ископаемые. Африка и Австралия очень богаты на залежи полезных ископаемых. Там есть вся таблица Менделеева, включая Уран. Наивно полагать, что эти полезные ископаемые не привлекали тех, кто знал, как их добыть и как применить. Факт номер. Заселение Австралии и активная колонизация США. Активная фаза колонизации пустынной Австралии англичанами начинается во второй половине 19 века. Хотя, по идее, могла начаться гораздо раньше. То, что англичане не стали колонизировать Австралию раньше, говорит о том, что такой возможности не было, так как в Австралии уже кто-то жил, и заселить континент стало возможно только после ядерной войны. То же самое относится и к колонизации США. Активная фаза началась лишь в 19 веке. Факт номер шесть. Взаимное уничтожение. Север современного Казахстана, Челябинская область, Курганская область, Омская область, Тюменская область подверглись ковровой ядерной бомбардировке. По всей видимости, там и был центр управления той империей. Обратите внимание на Челябинск. В его окрестностях можно насчитать 10 крупных озер воронок. Круглые озера воронки и болота воронки также встречаются как минимум в Рязанской, Московской, Владимирской, Тверской, Нижегородской, Ленинградской, Волгодонской областях, Западе и Юге СССР. Территория Африки тоже уничтожена. Среди песков можно видеть воронки, на месте которых были города. Из-за чего была война? Мы не знаем, какова была ее истинная причина и, скорее всего, этого нам уже не узнать никогда. Здесь могу лишь предположить, что конфликт начался из-за средиземноморского побережья Африки и в частности территории Марокко. По нашему предположению, африканское государство хотело получить в свое управление средиземноморское побережье континента и на основании этого возник конфликт. Мы не знаем, как долго шли переговоры и чем они увенчались, но международная обстановка была наколена до предела, из-за чего нажали на кнопки. Есть следующая версия событий. Подводные лодки со стратегическим ядерным оружием обеих сторон несли дежурство в океанах. В это время Земля попала в пояс метеоритов. Падение метеоритов повредило часть наземной приемно-передающей аппаратуры. Подводные лодки одной или обеих сторон остались без связи с центром. Оставшись без связи, капитаны подводных лодок дали приказ на всплытие для визуальной оценки ситуации. Всплыв, они увидели мощные волны. В океан что-то падает горящее. В связи с центром по другим каналам связи по-прежнему нет. В этот момент один из капитанов, неверно оценив ситуацию, пришел к выводу, что произошел запуск ракет со стороны противника и отдал приказ на запуск своих ракет. Также не исключено вмешательство третьей стороны. Обменявшись ядерными ударами, были активированы системы периметр или мертвая рука обеих сторон, которые, в свою очередь, активировали запуск всего имеющегося ядерного оружия или большей его части. Африка нанесла ядерные удары по экономически важным и густо заселенным районам Сибири и Северной Америки. Австралия нанесла удары по Сибири и Индии. Гиперборея нанесла ответные удары по территориям Африки и Австралии. Благодаря действиям систем ПРО, некоторая часть запущенных ракет была уничтожена и не достигла целей. Но ракет было много, слишком много. Был осуществлен массированный удар оружием массового поражения путем ковровых бомбардировок ядерными бомбами наземного контактного подрыва в сочетании с отдельными ударами боеприпасами особо высокой мощности воздушного подрыва, в том числе концентрации нескольких мощных ударов по ограниченной площади, превращая в пустыни земли, на которых кипела жизнь. Отвечая на извечный вопрос, а где же та техника или хотя бы кусок от нее? На Шри-Ланке есть очень много буддийских ступ. У меня есть предположение, что это те самые виманы, их не смогли разобрать или побоялись это сделать. Чтобы скрыть летательные аппараты, их обложили кирпичом, объявили получившееся строение священным, оградили забором, запретили заходить внутрь и изучать. Не раз убеждаюсь, что религия – очень удобный повод что-то спрятать, запретить исследовать или даже уничтожить. Исследователь Провин Махан находил в Индии некое, возможно, летательное устройство, вокруг которого возвели храм. Строительством храма, наверное, хотели это устройство скрыть, но его выдает металлический блестящий купол, который торчит наружу. С появлением спутниковых снимков и квадрокоптеров прятать старинные артефакты становится все сложнее. Также не забываем про взлетно-посадочную полосу из базальтовых плит в городе Юндум, Гамбия. Зачем скрыли войну? Взаимоуничтожение двух мощных империй позволило гораздо менее пострадавшим от войны Англии и другим западноевропейским странам с легкостью захватить и колонизировать в бомбленный в каменный век огромные территории. Захваченные народы разделили на отдельные страны и государства, придумали им языки, религию, историю. Некоторые народы стравили в междоусобных войнах. Старый принцип – разделяй властвуй. Как спрятали эту войну? Основной способ скрыть возможность войны – устоявшееся среди людей мнение, что после ядерной войны сотни или тысячи лет жить будет невозможно из-за радиации. Однако уничтоженные ядерными бомбами города Хиросима и Нагасаки показывают, что через несколько десятилетий жить в городах можно. Также живут города, пострадавшие от странных пожаров и землетрясений, последствия которых больше похожи на ядерные бомбардировки. Идеологически. В конце 19 века придумали, что Африка всегда был черный континент. И существующий уровень технического развития в Африке был испокон веков. Также придумали, что человек произошел от обезьяны, когда он слез с пальмы, и случилось это очень давно в Африке. Климатически. Мы с детства знаем, что Африка 19 века – это малозаселенная страна пустынь и джунглей, что совершенно не вяжется с высокотехнологичной страной. Хотя до войны климат был другим – вместо пустыни Сахара была Варварская или Берберская степь. А также одноименную страну. Ее мы можем видеть на картах 18 века. Географически. Африка – огромный континент, который преуменьшили с помощью проекции Меркатора. Реальный его размер таков, что на территории Африки разместится территория России и США, и еще останется немного места. А на этом все. Рекомендую посмотреть два фильма соратника на эту тему. До новых встреч. Пока!